В России могут нести изменения в действующие правила перевозки детей. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Я напомню на сегодняшний день, при перевозке детей в автомобиле, детей в возрасте до 7 лет разрешается перевозить только в специальных детских удерживающих устройствах, то есть автокреслах. Что касается детей в возрасте от 7 до 11 лет, то на переднем сидении автомобиля их также можно перевозить только в детском автокресле, а на заднем сидении можно использовать как специальное детское удерживающее устройство, так и штатные ремни безопасности автомобиля. 11 мая 2022 года депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил о том, что он направил в правительство законопроект, которым предполагается скорректировать действующие правила для того, чтобы обеспечить возможность перевозки без штрафов детей-инвалидов. Дело в том, что перевозка детей-инвалидов зачастую невозможна в штатном режиме с использованием детского удерживающего устройства. Как говорится в пояснительной записке данного документа, к примеру, речь идет о детях с ДЦП, которых по требованию безопасности вообще иногда необходимо перевозить в лежачем положении. Естественно, при этом невозможно физическое применение автокресла. Тем не менее, согласно действующим ПДД и действующим статьям КОАП, в таком случае водителю данного транспортного средства грозит штраф в размере 3000 рублей за нарушение правил перевозки детей. В связи с этим в действующее положение предполагается внести изменения. Так, действующая статья 12.23 КОАП, которая как раз-таки предусматривает штраф в размере 3000 рублей за перевозку детей без автокресла, предполагается дополнить следующим примечанием. От административной ответственности, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, освобождаются водители, перевозящие ребенка-инвалида в возрасте до 11 лет включительно. Физиологические особенности которого не позволяют выполнить установленные правилами дорожного движения требования к перевозке детей. Пункт 22.9 ПДД рассчитан на перевозку здоровых детей. Что касается особенностей перевозки детей с инвалидностью, то правила дорожного движения таких положений не содержат. В то же время родители детей с инвалидностью порой вынуждены нарушать правила дорожного движения по перевозке детей и, следовательно, получать административные штрафы. Некоторых детей с инвалидностью, например, с детским целебральным параличем, по медицинским показаниям, можно перевозить в автомобиле только в лежачем положении, в специальном кресле, который порой не помещается в небольшой автомобиль. Оштрафуют ли при этом водителя за перевозку ребенка-инвалида не в кресле, а в лежачем положении, зависит только от понимания и доброй воли сотрудника ГИБДД. Говорится в пояснительной записке к данному документу. Как сообщил инициатор данных поправок Ярослав Нилов, данный законопроект он направил на получение заключения в правительство. После положительного заключения данный документ будет в установленном порядке, внесен на рассмотрение депутатами Госдумы в первом чтении. Вот такая вот информация. Что вы думаете по поводу этой инициативы, своим мнением традиционно вы можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что рассмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока.